Муаммар, Мухаммед, Абдельсалям, Хамид Абуминьяр, Аль-Каддафи. Об этом человеке говорили многое и далеко не всегда хорошее. Кто-то называл его кровавым тираном, диктатором и террористом. Кто-то талантливым политиком, виртуозным руководителем и великим исламским лидером ливийского арабского народа. Кстати, не только ливийского и не только арабского, в Ливии живут еще и амазики. Так вот, Каддафи это сын пустыни, амазик из племени Аль-Каддафа. Ну и на моем канале их называть можно только амазигами или амахагами, самоназванием. Ибо название Берберы, Варвары, больше подходит тем, кто им это имя дал. Ну да ладно, опустим, это характеризирует Каддафи по-разному. И лично я присоединяюсь ко вторым. Ибо я, безусловно, имею огромное уважение к этому человеку. Об Муаммаре Каддафи можно писать книги и нужно максимально его популяризировать, а не придавать забвению, как это сейчас происходит. В это видео не уложите сотой доли его истории, но все же я кратко напомню вам, кем он был. Полковник Муаммар Каддафи руководил Ливией с тех пор, как пришел ко власти в результате бескровного, между прочим, военного переворота 1969 года. Он сверг бесполезного короля Идриса Первого. Оценить его вклад в развитие государства в полной мере не удалось до сих пор. Однако даже многие его противники признают тот факт, что Ливия при Каддафи превратилась в процветающую страну с высокими доходами и большими перспективами. За 42 года своего правления довольно неспокойным государством полковник сумел добиться равновесия между всеми представителями радикальных религиозных течений и группировок. Именно данный факт, наряду со множеством иных достижений, ставят ему в заслугу сторонники руководителя Ливии. Став по голове страны, он отказался практически от всех должностей, оставив за собой лишь пост главнокомандующего войсками. Однако Запад не раз назвал Каддафи президентом Ливии, несмотря на то, что самому полковнику был ближе титул, данный ему народом этой страны, типа братский вождь и руководитель революции. За годы правления он сумел выстроить мощную систему социальных дотаций населению, которая существенно подняла уровень жизни простых ливийцев. Внутренняя политика Каддафи способствовала тому, что минимальный уровень заработной платы в стране колебался в пределах одной тысячи долларов. А я напоминаю, что мы говорим про африканскую страну, но хоть она и на самом севере Африки, все равно это охренеть какие показатели. И такую же сумму получали все граждане страны, как единоразовую выплату каждый год. Безработица, конечно, встречалась в отдельных регионах, но при этом пособие, выплачиваемое государством, было приближено к минимальной оплате труда. Ну там, 700-800 долларов где-то. Муамар Мухаммадович позаботился о повышении рождаемости в стране. За каждого новорожденного семья получила значительную сумму денег, исчисляемую в несколько десятков тысяч долларов. Ладно, зачем вам это сухое несколько десятков? Одна тысяча. Давайте конкретно. ВВП на душу населения 14192 доллара. На каждого члена семьи государство выплачивает в год тысячу долларов дотаций. Пособие по безработице 730 долларов. Зарплата медсестры 1000 долларов. За каждого новорожденного выплачивается 7000 долларов. Новобрачным дарится 64000 долларов на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса и единовременная материальная помощь 20 тысяч долларов. Крупные налоги и поборы запрещены. Образование и медицина бесплатные. Образование и стажировка за рубежом за счет государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символичными ценами на основные продукты питания. За продажу продуктов с просроченным сроком годности большие штрафы в 250-500 тысяч долларов. И задержание подразделениями спецполиции. Часть аптек в столице Триполи, городе Миссурата и Бенгази с бесплатным отпуском лекарств. За подделку лекарств смертная казнь. Квартплата отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Продажа и употребление спиртного запрещены. Сухой закон. Ну как бы это мусульманское государство, поэтому сухой закон это там нормально. Кредиты на покупку автомобилей квартиры беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство. А бойцам народного ополчения 65%. Бензин дешевле воды. Один литр бензина 14 центов. Историки считают настоящим феноменом. Или феноменом. На этом канале впредь говорим феноменом. Так вот, историки считают настоящим феноменом Каддафи. Объединение между собой на территории одного государства многих противоборствующих сторон. И сдерживание различных радикальных течений. На базе своих идей Муамар выстроил абсолютно новый государственный строй. Который в дальнейшем получил название Джамахирия. Историки считают его неким компромиссом между племенным объединением. Где значительную роль играет разрозненные группировки и шейхи. И централизированным государством. Сильным лидером во главе. Анализировав все вышесказанное, трудно понять за что убили Каддафи. Однако, то о чем я рассказывал является всего лишь одной стороной деятельности ливийского лидера. Нельзя не уточнить, что за данное благополучие рядовые жители страны расплачивались потерей свободы слова и четким регламентированием своей жизни. Но если есть такая жизнь, зачем вообще свобода слова? Да и в демократических типа государствах это в принципе фикция. Поэтому какой вообще в этом смысл? То там США, в пример, приводит, ну вот, два стула и на нем сидит две марионетки. Все, вот американская демократия вам во всей красе. Но это если максимально пора собужевские утрировать. Продолжим. Отличительной чертой Джамахирии можно считать четкое соблюдение исламских традиций. К примеру, как я уже говорил, в Ливии под жестким запретом был алкоголь. Ну и правильно, нехер клетки мозга зазря разбазаривать. При этом Каддафи стремился укрепить свою власть, преследуя за инакомыслие. Ну и назовите мне хотя бы одну страну, где не преследуются за инакомыслие. Таких в мире примерно ноль. Естественно, что такая диктатурища вызывала протесты у населения, что приводило к арестам. В тюрьмах во время правления Каддафи не было свободных мест. Отсутствие свободы это то, за что убили Каддафи, по мнению простых ливийцев. С жира беситься начало это простое ливийское население. Политики экономиста приводят совсем иные причины гибели полковника. Существует и версия, где его считают главным спонсором террористического движения африканских диктаторов. Ну, давайте выделим четыре основных пункта, за что все же его убили. Первое. Поддержка террористов и установление диктаторского режима. Эта версия является официальной, и ее придерживаются все, без исключения западные державы. Считается, что смерть ливийского лидера подарила его народу свободу и возможность вернуться на путь демократического развития. Видим-видим, да. Путь хороший, прям радостный. Два. Да, я не сказал главного. Все это счастье можно было получить некогда бедной африканской стране только лишь одним путем. Продажа нефти, нефтяная монополия. Некоторые уверены, что Каддафи поплатился жизнью за то, что Ливия активно разрабатывала свои нефтяные месторождения и торговала черным золотом. Это давало ей неограниченные возможности, которые к 2011 году превратили некогда бедное королевство в крупного игрока на политической арене. Три. Была версия, что он ядерное оружие создавал втихаря, а так как Ливия в 400 километрах от Европы, то не допустили подобного. Но она вдребезги разбилась со входом натовцев в Триполи. Никаких данных о разработке ливийской арабской джемахерии ядерного оружия нет. Четыре. Грандиозный растительный проект. Мало кто обсуждает эту версию всерьез, однако она представляется многим вполне жизнеспособной. В середине прошлого века Каддафи обнаружил на территории страны огромный подземный резервуар с водой. Он начал воплощать в жизни проект по созданию оросительной системы, давший толчок к развитию промышленности. По итогу Африка должна была превратиться в цветущий континент, абсолютно свободный от западной экспансии. Должна была, да, но вот кому-то вот кое-кто вот на экспорт как-то ему воду как-то лучше хочется поставлять. Уж это че, прибыль как бы теряется? Нет уж, нет. Про рукотворную реку будет когда-нибудь видео. Муаммар Мухаммед Абдельсалям Хаммед Абуминяр Аль-Каддафи был сильным лидером, сумевшим поднять свою страну из разрухи. Хоть и спорными, и не всегда гуманными методами, и давшим населению страны достойную жизнь. Мало того, полковник выступал за создание Соединенных Штатов Африки. Ну то есть да, США. При этом он собирался полностью отказаться от американского доллара. Знакомо, не правда ли? Многие главы стран Африки активно поддерживали его идеи, и безусловно пошли бы за ним. Ибо Каддафи не только свою страну поднял с колен. И да, Каддафи за время правления своего перевоевал со всеми своими соседями, за исключением Нигера. Но в конечном итоге лидеры стран Африки, президенты, премьер-министры и даже один король провозгласили его королем Африки. Ну то бишь да, я не шучу, и вот все, вот как бы вот, вы это сами и наблюдаете. В итоге могла получиться сильная, сплоченная и самодостаточная африканская, видимо, джамахерия. Такая Африка была неинтересна ни Европе, ни уж тем более и Америке. И именно за это в конечном счете от него и избавились. И избавились варварски жестоко. 20 октября 2011 года возле города Сирт, Ливия, Муаммар был убит. Казнь полковника была снята его палачами на видео. Расправа в духе средневековья, когда осужденных сажали на кол. Только вместо кола Каддафи достался штык. Убивали его повстанцы совместно с французской разведкой. Очень достойная награда человеку, который совершил деяние, упомянутые мной ранее. И ты меня спросишь, зритель, ну вот Каддафи умер, после него, наверное, пришел кто-то еще. Вот там вот. И как Ливия-то живет без Каддафи сейчас? Так же, да? Там, в принципе, наверное, сейчас вот эти вот зарплаты в тысячи долларов, великие пособия. Ну, квартира, наверное, опять же. Ну, деньги на квартиры даются 64 тысяч там и прочее. Да, ведь примерно так? Так, но уровень жизни у населения и политическая обстановка оставляют желать лучшего. Сказал бы любой нейтральный политолог. А я скажу, что по обстановке там полный абзац. В стране не прекращается гражданская война, а Запад не стремится остановить ее и помочь ливийцам вернуться к мирной жизни. Как бы заводы-то работают, оружие куда-то сбывать надо. Вот как бы и гражданская война и в Ливии продолжается, и в Афганистане она продолжалась. Ну, талибы, конечно, там немножко помудрили, и все уже не продолжается. Ну, вот Сомали, например, тоже хороший пример. Там никто никому это не надо, прекращать войну в Сомали, ну и в Ливии. Потому что, ну, сбывать оружие надо. А, ну еще Центральная Африканская Республика. Конечно, конечно, да, Центральная Африканская Республика еще. Да и почему восстания, в принципе, в Африке происходят? Куда-то надо сбывать оружие европейским и американским компаниям. Ну, как бы, вот идеальный момент. Вот Боко Харам в Нигерии, например, восстал. Боко Харам, держи, вот к тебе летит гуманитарная помощь. Главное, заплати. Все. Ну, как бы денег нет, ладно, что у тебя там есть? Золотые прииски? Давай. Как бы, почему нет? Ладно. Сейчас, вот буквально в 2021 году, к выборам не допустили сына полковника, Сиифа Алислама Каддафи, которого одумавшийся простой народ яростно поддерживает. Ну и этот народ насмотрелся на все прелести гражданской войны в полной мере. Буквально 11 лет они жили в состоянии постоянной военной обстановки. И, вероятно, большая часть ливийцев давно уже поняла, что без Каддафи Ливия ничто. А Сииф, молодец, пытается прийти ко власти в стране, что построил его отец законным путем. Кстати, буквально сразу же после убийства Каддафи сельскохозяйственные угодья подверглись нападению саранчи. Раньше с ней активно боролись, и на это полковник выделял огромные средства. Сейчас же поля, где ранее выращивалось несколько видов культур, пришли в запустение. Сократилась и добыча нефти. В ноль. А падение цен на нее резко снизило доходы населения. На этом фоне активизировались преступные группировки, буквально разрывающие страну на куски. Под прикрытием демократических ценностей и свободы слова. Страну принесли войну, голод и хаос. О Каддафе можно говорить разное. Можно найти, в чем упрекнуть и в чем восхититься. Но однозначно этот человек достоин уважения. И однозначно у него есть чему поучиться и нынешним правителям. Славься, лидер Великой Арабской Джамахирии, полковник Муаммар Мухаммед Абдальсалям, Хамид Абуминьяр, Аль-Каддафи. И здесь уже, к сожалению, все решают верхи. А низы потакивают к революции. Вот Каддафи три года назад его растерзали. Его боготворил ливийский народ. Потому что там был настоящий социализм, зеленый, исламский. Жилье бесплатно, обучение бесплатно, бедным пособия. Учиться за границу, пожалуйста. У всех все было хорошо. Но надо убрать такое хорошее государство. Потому что нефть. В другом месте бы не обратили внимания. А здесь нефть. И этот же народ умудренный, так сказать, растерзал своего руководителя. На которого молились. А сейчас спросите у них, скажут, давайте обратно Муаммара Каддафи. При нем было лучше. Ирак спросите, скажут, давайте обратно Саддама Хусейна. Потому что разгромленная страна. Теракты каждый день. Как мы можем расценивать? Крайне негативно. Как мы можем расценивать действия войск НАТО в Ливии? Как нарушение мандата Организации Объединенных Наций Совета Безопасности. Я не преувеличиваю этот совбец безголовый и бестолковый. Я не преувеличиваю их роль. И Организация Объединенных Наций. Она уже в какую-то ширму превратилась. Смотрите, Ирак, Афганистан. Вот целая арабская дуга. Где эта Организация Объединенных Наций? Почему не предотвратили все? Более того, подыграли агрессорам. Более того, вроде бы написали одно. Мандат был один. А вооруженные силы НАТО пошли на нарушение этого мандата. Вот я сегодня слушал вчера вечером Лаврова, который уже, министр Института России, который в открытую говорит о том, что мы это не предполагали. А НАТО нарушило этот мандат. Я с ним абсолютно согласен. Совершена агрессия. Убито руководство страны. Не только Муаммар Каддафи. Убито. Притом, как убито? Ну, застрелили бы. Ну, в бою погиб бы человек. Так же, с помощью спецслужб, вы не думайте, что там пацаны его, главу государства задержали. Притом, как он охранялся, вы это знаете. Это спецподразделения НАТОвские осуществили захват руководителя страны. Над ним измывались, издевались, стреляли раненого, насиловали, крутили голову, руки выкручивали, ломали. А потом замордовали, замучили. Хуже, чем фашисты в свое время. Как я могу к этому относиться? Я так и отношусь. Не дай Бог, чтобы эта политика и эти действия возобладали на нашей планете. Беда будет всем. Поэтому это мы имели, мы это видели, что мы имели. Что получили? Уже есть результат. Возьмите Египет. Что мы там получили? Ислам. Наиболее агрессивный. Возьмите Тунис. Почти половину. На первых выборах оппозиционные, так сказать, пришедшие туда исламисты, радикальные. Сегодня у власти. В Ливии будет еще хуже. Потому что там колоссальные запасы природных ресурсов. Туда уже все рынулись. Уже Китайская Народная Республика сделала недавно заявление, что нельзя менять после войны то, что было до войны. Есть контракты, они должны осуществляться. Россия об этом заявила. Их якобы на обочину выталкивают. Я уже не говорю о тех, у кого сегодня до 150 миллиардов долларов ливийских денег. США, Италия, Франция, Германия. Это страны, которые очень заинтересованы в том, чтобы там прихватить эти богатства. То ли еще будет. Ну и те тенденции, вы правильно сказали, о том, что там к власти не совсем желательные для Запада люди приходят. А вот тут они уже управлять не смогут. За что боролись. На то и напоролись. Но это акт вандализма 21 века.